А вот и август настает, жара немного достает. Созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери. Доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчись о поросе и подивись вокруг красе. Красе, что лето подарило, а вас за гором наград. 8 августа, день Ермолая, назван в честь священномученика Ермолая. Ермолай обратил Пантелеймона врача в христианство после богодухновенной беседы. Когда же Пантелеймон был взят на мучение и был спрошен, от кого научился христианской вере, то есть святой, не будучи в состоянии солгат, открыл им имя святого христианского пресвитера Ермолая. Его схватили и привели на нечестивое судилище. На допросе он мужественно исповедал Христа Бога, за что был обезглавлен. Сегодня начинался ранний сбор яблок. А вот есть их начинали только после яблочного спаса. Поспевал ранний картофель, из которого готовились всевозможные блюда. Знахари отправлялись собирать целебные травы, так как считалось, что именно сейчас, после утренней росы, они будут обладать сильными лечебными свойствами. Приметы. Если сегодня мухи кусаются и становятся назойливыми, это к дождю. Лягушки прыгают по берегу пруда или реки. Скоро дождь пойдет. Доброе здоровье, уважаемые посетители канала. Ну, что вам сказать. Идут повторы. Оказывается, повторы. Люди их не смотрели. То, что там осталось в целебной кулинарии, полные передачи. Туда особо не заглядывают. А сейчас только начинают распробовать, что такое целебная кулинария. Были у меня средства. Было, так сказать, желание. Вложил средства, свое желание. Собрал вот этих девчат красивых. Купил технику. Приложил в голову. Потому что кулинарии много. Одно там какие-то батлы делают. Кто-то с кем-то что-то там это самое. Вкусняшки делают. И думают, ооо, вот это вот верх искусства кулинарийного. Я же сделал, как я вам там рассказываю, целебную кулинарию. Чтоб вы с помощью пищи могли ее использовать как лекарство. Более того, я сейчас хочу там по венам сделать такую большую передачу. Может, я ее сверну. Значит, подготавливаю материал. Вот я как раз сделал, собрал, вернее, 10 различных видосиков на ютубе. Кто что высказывает. Знаете, высказывают все, что угодно насчет вен. И в основном, чтобы шли в ихнюю клинику. Только у нас, только у нас. Отчего вены болеют? Да, вены болеют там от того и сего. В основном от того, что они от природы слабы. Ничего они от природы не слабы. И как раз, интересно, Комаровский, он говорит, что я у детей не видел, чтобы у них было расширение вен. А вот потом начинается. А что потом начинается? А потом начинается действие образа жизни, который и приводит к тем или иным отклонениям, в том числе и в венах. Ну, это так, немножечко отвлекся. Так вот, с помощью пищи, пища правильно выращена, правильно употребляема, с учетом индивидуальной конституции, желательно, чтобы делать. С учетом сезонов года. Вы можете легко, просто и приятно, как сейчас вот в арбузный сезончик, вы можете сами себя оздоравливать. Почистить, вот сейчас в арбузный сезон, почистить свой организм от солей, промыть почки и сделать много-много других вещей, на что способен арбуз. И я бы, конечно, и дальше делал эту целебную кулинарию. Я уже как-то рассказывал, сколько я там на нее потратил. И мне это было интересно. Ну, для того, чтобы что-то делать, нужны средства вообще-то. Лишнего у меня нету. Поэтому делаем то, что имеется. И плюс еще интересный такой феномен. Вот, например, вы смотрите там, допустим, канал Discovery. Так вот, у него примерно, наверное, половина видосов обновляется в течение года. То есть, в течение года повторяется, можно сказать, половина видосов, а половина добавляется. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malaho Pro. Доброго здоровья и до новых встреч!